Песня Миша, во-первых, спасибо тебе за приглашение. Очень приятно. Спасибо твоим телезрителям. Спасибо, что посмотрят эту передачу. Это очень приятно. То, что касается флотилии военно-морской в Одессе имени Саши Ковалева, как и все заведения советские могли научить только чему-то хорошему, самому лучшему. То есть помимо того, что ты узнал секреты азбуки Морзе, семафор, ты научился вязать узлы, ты вообще стал крепче. Флотилия учила дисциплине. И для того, чтобы не драйвить палубу, очень частые минуты того, как ты находишься в открытом море и постоянно можешь заниматься этим. Выходили, да? Да, конечно. У нас там была практика. Мы выходили в море. И чтобы не делать этого, потому что руки сразу превращались в кровавое месиво, потому что вода и все остальное, можно было учиться готовить. Я учился готовить. Я пошел помощником. Кока? Кока шефа, да. И довольно-таки неплохо научился готовить, чему я безмерно рад. Поэтому в флотилии это всегда хорошо. Ну, то есть, тебе это пригодилось готовить, да? Конечно, конечно. Я могу приготовить и довольно-таки неплохо. А готовить любишь? Я готовить очень люблю. Это нормальное мужское занятие. Хорошо. Отплавал ты, значит, дирижер с кровавой у тебя отделения, да? Потом у тебя еще было музыкальное училище. Мне было сначала школа. Школа музыкальная. Отец был в Германии. И чтобы я не шлялся по двору, я попросил родителя отдать меня на фортепиано. Музыкальную школу. Да, но мне нравилось всегда. Я всегда мурлыкал какие-то песни про себя. То есть, я всегда писал. То есть, я не осознавал, что я пишу. Я писал песни. Какие-то детские сначала, потом какие-то юношеские и прочее. То есть, я всегда был связан с музыкой очень плотно. А после музыкальной школы, после того, как мы переехали из Германии в Одессу, вернулись там уже в моей школе. И дальше у нас был в Каморке за актовым залом репетиционный зал. И мы там с ребятами, с одноклассниками создали первую группу. Она называлась «Кабинет министров». Это было очень интересно. То есть, музыка была всегда. «Кабинет министров» в школе, значит, группа. А вот ты, говоришь, писал уже. Ты свои песни уже туда вставлял в репертуар или нет? Или вы пели ковера? Мы, во-первых, пели ковера. И пели их очень неплохо, потому что школьная наша завуч и директор привлекала ко всем мероприятиям школьным, которые были. Там всякие школьные вечера, какие-то выпускные. То есть, мы уже играли, и это нравилось людям. А в команде писал не только я. В команде нас писало несколько человек. У нас был гитарист прекрасный, Володя, который тоже замечательно писал песни. Поэтому у нас такой был даже почва конкуренции, кто напишет лучше, потому что не все песни мы играли. То есть, понятно, что если ты играешь кавер, то это прекрасная песня. А когда ты должен сам написать, и команда должна решить, будем мы ее играть, не будем, здесь появился такой дух соревнования. Это было очень интересно. Ну, то есть, вы уже на школьной площадке авторские песни сменяли? Да, и даже это нравилось людям. То есть, какие-то песни нам заказывали, они были абсолютно какие-то, как я сейчас понимаю, смешные. Но тогда оказалось, что это все серьезно. А вот дирижер с хоровой отделением у тебя вот еще это... Да, я попал, у меня просто педагог по вокалу моя была, Татьяна Боева. Это очень известный был персонаж в Одессе. Царство и небесное Танечка была замечательным педагогом по вокалу. И для того, чтобы разучивать там все, что она пыталась донести, понятно было, что уже этого уровня вокального не хватает. То есть, нужно учиться, нужно постоянно развиваться. И вообще вокал – это такая история, которой нужно заниматься всю жизнь. Поэтому пришлось посещать музучилище, хоровое отделение, пришлось как-то там вклиниваться в процесс, потому что после школы я уже поступил в Одессе на юрфак, потому что мои родители не хотели, чтобы я занимался музыкой от слова совсем. Они считали, что это глупость несусветная. Поэтому как-то там в перерывах между юрфаком я заглядывал в музучилище постоянно. А потом уже, когда в университете я создал следующую группу, и там было все уже гораздо веселее. Саш, ну вот ты вообще, я так понял, что ты, будучи совсем юным, как бы ты уже себя готовил к этой профессии, да, к профессии музыканта и профессии к сцене, да, готовил. То есть ты уже себе построил эту лестницу, эту задачу себе поставил или нет? Ну, все происходило каким-то абсолютно естественным образом. То есть, ну, никто не готовил себя к каким-то задачам. То есть все в школе было по-своему весело, потому что у нас был класс, мы собирались вместе с друзьями. И музыка нас всех как-то объединяла, мы хотели как-то сама выразиться, понравиться девчонкам. То есть делали это для этого в первую очередь. То есть какой-то глобальной задачей, ну, насколько я понимаю, тогда не стояло и стоять не могло. Потом вот это увлечение переросло в какое-то там следующее, более мощное увлечение. Потому что когда в начале 90-х, что такое Одесса в начале 90-х, не нужно рассказывать. Это одни бандиты, стрелки, там какие-то перестрелки. В этот момент мама у меня прокурор города по особо важным делам. Да, то есть я из такой семьи, а вообще не музыкальной, скажем так. Вот. И для того, чтобы зарабатывать деньги, я начал заниматься диджейством. Диджейством, я был диджакей. Вот. И вот эта страсть к музыке, к новым каким-то пластинкам, постоянно дискотеки, постоянно какие-то тусовки шумные там и прочее. Причем мне повезло. Мы познакомились. То есть тогда был определенный музыкальный круг. Появилось очень много разной музыки, которая текла в страну, потому что Советский Союз был в определенной мере какой-то, ну, такой все равно закрытый. И когда в конце 80-х начала поступать такая музыка на пластинках, и когда появились первые ночные клубы, то есть это все очень серьезно изменилось. То есть не только «Ласковый май» менял фундамент, были еще и абсолютно другие течения музыкальные. Поэтому та группа, которая у меня появилась в университете в Одессе, она полностью коренным образом все изменила, потому что мы начали выступать в ночных клубах. И вот та группа, которую я создал, она уже становилась конкретно популярной. Сейчас, Саша, давай мы с тобой прервемся на композицию, хорошо? Хорошо. А потом продолжим разговор. У меня тут просто не хватает... Целая заметка. У меня туда, мне не хватает бумажек. Поэтому мы сейчас посмотрим, послушаем, значит, ты знала. Вот, Александр Ламинский, смотрим, слушаем. Расскажи историю о чуде, все о нас. В этой сказке мы с тобой герои. Было это все в воде, в всей городе любви. И, конечно, было все на море. Руки дотяну я к солнцу только для тебя. Дружи вас слова и пацаны. Ты знала, ты знала, ты знала, ты знала. Это счастье быть с тобой, стань моей судьбою. Не жусь, сняв в твоих глазах, ведь счастьем полон взор. И любуешь на твои колени. Нежный голос твой котлет льется и на двор. Звезды льют свой свет слегка робея. Ты знала, ты знала, ты знала. Как фантазия опасна. И насколько ты прекрасна, ты знала, ты знала, ты знала. Это счастье быть с тобой, стань моей судьбою. Видимо, из 10 километров возникает 200 суток. Дождь. 821, у вас все нормально в экипаже? Ты знала, ты знала. Ты знала, это счастье быть с тобою, стань моей судьбою. Небесам скажу, вас благодарю. Этот дар, как ангел в моей жизни. Ты знала, ты знала, ты знала. Как фантазия опасна, и насколько ты прекрасна. Ты знала, ты знала, ты знала. Это счастье быть с тобой, стань моей судьбою. Ты знала, ты знала, ты знала. Ты знала, ты знала. Ты знала, как фантазия опасна, и насколько ты прекрасна. Ты знала, ты знала, ты знала. Это счастье быть с тобою, стань моей судьбою. Парнию. Доброе утро, гавеев 873. Проходим траверт папки Курслав доack team. Возвращаемся в студию. 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 В университет культуры. В университет культуры. Круто. Университет культуры. Там ты создаешь эту группу. Да. И уже ты солист? Я никогда не был солистом. Я был основателем этой группы. Я был автор музыки, автор слов. Я делал все аранжировки. Я был продюсером. Я непосредственно все это придумал и все это устроил. Я подбирал ребят в группу. Это уже была больше такая танцевальная команда. Вот. Танцевальная команда, которая... Тогда было такое слово. Бойсбенд. Бойсбенд у нас... Кого можно привести в порядок? Нана, в пример, можно привести. Только лишь, наверное. У нас была Нана, потом появились Иванушки. Такие в России. На Украине вообще не было никого. То есть мы появились первые. Были самые яркие, самые заметные. Плюс у нас была очень интересная одежда. Яркая всегда. То есть мы были такие очень заметные. Ну, конечно, одежда одеждой, но музыка. Самое главное была музыка. Потому что она была модная. Она была необычная. Ну, и Украина славится всегда своими музыкальными талантами. То есть она всегда выделялась. Так у вас потом группа... Это, представляете, лучшая группа на Украине? Да. Лучшие группы. Нет, ну, как бы ты... В общем, ты создатель этого детища и руководитель. Ну, то есть ты не пел, что ли? Почему? Я пел. А, ну, просто ты как-то отделил это. Я вот это делаю? Нет. Дело в том просто, что... Как обычно происходит в группах. В группах всегда есть там один, два, три лидера. Это в Битлз, Пол Маккартни, Джон Леннон. Да. И вроде бы Харрисон и Ринго Стар тоже писали песни. И тоже даже эти песни становились чем-то особенным. Но они не были основными локомотивами. Не были паровозами, да. В моем же варианте паровоз в команде был один я. Я подобрал специально так, чтобы команда выделялась. Парни все были моложе меня. Они были очень такие активные, танцевальные, веселые, там, заводные. То есть наша задача была поднять мертвого просто на донспол. То есть это была основная задача. И когда мы появлялись в клубах, и тем более на стадионах, там творилось нечто. Это можно на ютюбе и везде посмотреть, как это выглядело. Потому что это интересно. Естественно, любая команда, любой бойсбенд, по большому счету, он больше 3-5 лет не живет. Потом начинается процесс деградации. То есть это уже становится неинтересно. Поэтому в каждой музыке, в каждой группе было свое время какое-то определенное. Ну, то есть ты прям продюсер-продюсер. Я продюсер-продюсер. Удачный проект такой у тебя получился, что ты есть с чем гордиться. В принципе, вот... Ну, у тебя кончилось тем, что ты просто взял это все, остановил и уехал. Да. Ну, во-первых, наверное, это все-таки какой-то поступок мужественный, что оставить там, в принципе... Ну, пускай это слава, слово не очень удачное, но оставить успех такой, в общем-то. Ну... И востребованность. Вы там были кумирами с одной. Я вот как понимаю тебя сейчас из твоего рассказа. Я никогда к этому серьезно не относился. Были ли мы кумирами там. Да, нам приходили мешки писем в продюсерский центр. Каждую неделю это воспринималось как, ну, нормально. То есть мы не видели ничего другого. Мы видели там жизнь из окна автобуса гастрольного. Это все, что мы видели. И, естественно, да, приятно было, что счет пополняется, деньги растут, слава растет. Но никто из этого какого-то особенного культа не делал. Мне просто повезло с людьми, которые меня окружали. Особенно старшими людьми, старшими коллегами, товарищами. Так повезло просто, что у нас на Красноармейской улице, мы жили прямо напротив Палаца Украины в Киеве. У нас жил Костя Меладзе в соседнем доме. И познакомившись с Костей, он мне просто как старший товарищ дал очень много дельных советов. И один из этих дельных советов был Саша. Бойсбенд – это хорошо, но тебе нужно двигаться дальше. Тебе нужно завязывать с этим, ехать в Москву и заниматься своей сольной карьерой. Что, собственно, и произошло. Но у тебя там приезд был, и не очень все сразу получилось. Так вообще понадобилось 7 лет, чтобы встать на ноги, чтобы вообще можно было заниматься музыкой. Причем никто меня в этом не поддерживал. Все наоборот мне говорили, что это глупое занятие, абсолютно бездарное. Какая музыка? Мне моя первая жена говорила, Саша, посмотри, кто сейчас на эстраде. Дима Билан, Сережа Лазарев. И ты такой старый. Какая эстрада? Какая там, это все не серьезно. И вот первый альбом, тоже я когда знакомился с тобой, ты писал 7 лет первый альбом. Да. Ну а прежде чем... У тебя же были вот эти похождения по всяким студиям, по отправлению на радио? По всем. По всем. Подожди, сейчас тогда мы еще одну композицию послушаем. Хорошо. Просто это становление тоже очень интересное. А мы сейчас посмотрим, послушаем. Украденное счастье. Александр Ламинский. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Ты как звездочка на небе далека Безответная моя любовь река Нас судьба ведет по разным берегам А когда-то было счастье пополам За спиной беда, а в сердце холода Потерял тебя однажды, навсегда Разменял любовь на дальние края Ты прости меня за все, любимая Звучит родное счастье, ты мое Душа так больно плачет и поет Но оборвалась тонкая струна Я один, и ты теперь одна Как ты поживаешь, звездочка моя Может, ждешь кого, скажи, любимая Или лучше промолчи, не надо слов Безответная в глазах моих любовь Украденное счастье, ты мое Душа так больно плачет и поет Но оборвалась тонкая струна Я один, и ты теперь одна Сбился я с дороги без твоей любви Ты осталась в сердце, только позови Вижу по глазам, что больше не моя И душа теперь, как в море лодочка Украденное счастье, ты мое Душа так больно плачет и поет Но оборвалась тонкая струна Я один, и ты теперь одна Душа так больно плачет и поет Но оборвалась тонкая струна Я один, и ты теперь одна Я один, и ты теперь одна Возвращаемся в студию, продолжаем разговор Значит, Саш, переезд в Москву Ну, как бы с легкой руки Я так понял, Константин Виладзин произошел Ну, нету такого понятия с легкой руки Есть просто была встреча с Костей Когда Костя дал несколько Очень дельных советов, что я посчитал Эти советы на тот период времени Действительно такими очень правильными И мудрыми, потому что он мне сказал Саш, ты уже давным-давно вырос из штанов Бойсбенда Тебе нужно расти дальше А для того, чтобы расти дальше Нужно писать свои песни и заниматься сольной карьерой Поэтому прямо на топе популярности Люмилем группу распустили Потому что, ну, сначала было очень много Обид и непонимания этого всего Потому что кто убивает дойную корову Да? Этим никто не занимается Но я объяснил это все тем, что Лучше уйти сейчас Непобежденными номер один На самом топе Чем потом скатываться вниз По всей этой лестнице хит-парадов Саш, извини, а не могли вот Когда ты, допустим, отчалил оттуда Остаться и продолжать? Или это ты сказал? Нет, все, закрыто Ну, дело в том просто Что можно было делать что угодно Просто все песни писал я Все аранжировки делал я Там с коллективом Таких серьезных музыкантов Которые мне помогали И с диджеями, которые были в топе А собрать это все волшебство воедино Каким-то странным людям Которые не имеют никакого отношения к музыке Невозможно Это все равно, что А давайте соберем Битлз Или там Роллинг Стоунс Я не отношу себя ни к Битлз, ни к Роллинг Стоунс Я просто говорю Провожу такую параллель Что давайте сделаем так же Продюсеры какие-то Кто, например, владелец лейбла Да? Или владелец там того или иного Давайте создадим там, не знаю Две Аллы Пугачева Это невозможно Это просто невозможно Потому что каждый персонаж Каждая музыка Она своеобразна Это невозможно сделать И, в общем, все Проект закрыт Ребята там как бы расстроены Ты уезжаешь в Москву Они тебя Сегодня ты не поддерживаешь Аташи Или они тебя опрекают до сих пор? Я поддерживаю отношения Не со всеми Но поддерживаю Потому что они пытались сделать У них были свои сольные проекты Они пытались сделать музыку Это не было удачно Поэтому Вообще Слово удачно Слово творчества К этому всему Не имеет никакого отношения Потому что Каждый сам выражается Как может То есть для кого-то Это было удачно Но есть показатель Коммерческого успеха Когда это востребовано у масс Если оно очень востребовано Это очень удачно Если оно не востребовано Значит это неудачно Все Слушай, ну ты Вот еще Такой у меня вопрос Ты когда Про шансон стал говорить Что для тебя Это была вообще Другая планета Потом у тебя Тебе задали вопрос Про шансон А ты говоришь Ну да У меня там Мои Кого я для себя отметил Ты отметил Я имею ввиду Это Жак Брель Азнавур Патриция Касс Это уже другой шансон И В общем понятии шансона Я понимаю Вот именно К чему ты говоришь И к какому Жанру Ты себя относишь И плюс там Наши Российских Русских Советских Это Утесов Конечно И Марк Бернес Нет Ну на самом деле В процессе Того Как мы Втягивались В шансон Наши Я всегда знал Творчество Токарева Я знал Творчество Шафутинского Потому что Как в Одессе Его не знать Это звучало Там просто везде Естественно Одиозных фигур Этого жанра В шансоне В Одессе Было очень много Поэтому Просто Это была музыка И она до сих пор Остается таковой То есть Все песни Токарева Шафутинского Разенбаума Это серьезная музыка То есть Для определенной аудитории И эти песни Показали Что они Через годы Пронеслись И до сих пор Это золотой фонд Этого шансона Просто Когда я рассказывал О той музыке Которую я пытаюсь Сделать Да Я ориентировался На итало-французский шансон Да Потому что Это С точки зрения Эстрадной музыки Все-таки Как-то Поинтереснее С точки зрения Мелодики То есть Оно более насыщенно Более Более Интересно И наполнено Солнцем То есть Те песни Которые Михаил Захарович Поет об Одессе Написанные Одесситами Да И это Отзывается Во мне И это сразу Вибрирует На одной частоте Но просто К этому Прикоснуться Очень тяжело Потому что Творчество Бернеса И творчество Звезд Того шансона Который был тогда Это вообще Вот я просто Попытался Делать песню Утесова Это очень тяжело Люди Которые Не знают О чем идет речь Которые пытаются Там что-то горлопанить В караоке Они не понимают Вообще Ну к чему Они притрагиваются Потому что Это Это святое До этого Чтобы притронуться Твой Уровень Мастерства Он должен быть Где-то там Хотя бы На каком-то этапе Хотя бы В процессе Чтобы дотянуться Хорошо И вот Значит Продолжая то Что твой приезд В Москву Ты говоришь Что обошел Всех продюсеров Всех Все радиостанции В общем-то Мы сейчас не говорим Про номинации И лауреатство Мы поговорим попозже И вот Эти годы Ты 10 лет Работал конферанцем Да Вот Как ты выживал Вообще Что ты Как ты чувствовал После того Как ты собирал Полные залы Вот эти Когда у тебя там Сумасшествие творилось И вот Сегодня ты конферанц Ты сегодня ведешь свадьбу Как вот этот У тебя дисбаланс Или что это Задача Мужика Нормального Зарабатывать деньги Поэтому Я Не тешил себя Какими-то надеждами Когда ехал в Москву Что я там буду Сразу звезды с неба хватать Нет То есть Моя задача была Выжить Поэтому Конечно С тем уровнем Образования С тем уровнем Понимания И с тем музыкальным Уровнем развития Который у меня был Естественно Я не мог Я мог пойти Работать юристом Да Но Я никогда им не работал От слова Совсем Поэтому Я взял в руки микрофон Да И начал вести мероприятия И организовывать их Свадьбы Дни рождения Корпоративы И я в Москве Провел больше тысячи свадеб Поэтому Во-первых Я самосовершенствовался Потому что Я собрал группу Одесских музыкантов Очень хороших Вот И мы начали Делать каверы На все Что было Все Самое Самое хорошее Самое модное И мы В определенном сегменте У Еврейской публики И такой Требовательной И так далее Мы приобрели Какой-то уровень Вот И начали просто Гастролировать Везде Нью-Йорк Должна прийти Ну просто Надо нам Надо же тебя посмотреть Послушать И твое исполнение Поэтому мы сейчас Значит Никогда не говори Никогда Александр Ламинский Смотрим Слушаем Слушаем Я помню Счастье Запах Прелесть Твоих Нью-Йорк Родин Полна Твоем Запястье Как ты Шептала Нежно Обо всем Забудь Не вернуть Эти дни Только Сердце Сохрани Никогда Не говори Никогда Просто Сердце Устает Иногда А счастье Мимолетно И капризно Поверь Это Очень Робкий Зверь Никогда Не говори Никогда Мы долго Шли Друг Друг Но Узнали Едва Признайся Тобой Даже Миг Без Тебя Ответь Родной Мне Ты не сюжет Из жизни Лишься Моя Жизнь Тебя Ждала Молила Бога Ты Мой Подарок Свыше Слышишь Это Я Та Одна Что Ждала И Шептала У Окна Никогда Никогда Не говори Никогда Просто Сердце Устает Иногда А счастье Мимолетно И капризно Поверь Это Это Очень Род Это И Зверь Никогда Мы Долго Шли Друг Друг Но Узнали Едва Признаюсь Это Больно Даже Миг Без Тебя Ответь Родной Мне Никогда Не говори Никогда Мы Долго Шли Друг Друг Но Узнали Едва Признаюсь Это Больно Даже Миг Без Тебя Ответь Родной Мне Возвращаемся в студию Значит Саша Что я подчеркнул Еще из твоего интервью Ты говоришь Я самурай Да Вот Но И по твоему Поведению Это тоже заметно То есть Это не какая-то рисовка А именно Как ты ведешь диалог Да Все соответствует Это не то что Самолюбование А именно Я так это и воспринял Как ты говоришь Ты самурай Хорошо Значит С этим коллективом Ты там Короче пошел Чесать Зарабатывать А вот Десять лет У тебя Все это колупается Все вот это Потом И потом Ты попадаешь На радио Шансон И Прям У тебя Как получилось Что ты Вот Твою песню Взяли И ты Тебя номинировали И ты стал Лауреатом Или как Там Получилась Такая ситуация Что До радио Шансон Я уже звучал На русском радио Я звучал На дорожном радио Ну на огромном Количестве Уже радиостанции То есть То есть То что я Произошел На шансоне Это не было Спонтанным Или не было Что-то такое Ух Случайное Да То есть Это Просто Совокупность Правильных действий И правильных песен Скажем так То есть И я очень благодарен Руководству Радио Шансон И Лично Маслову Что он Обратил на меня Внимание Что Песня ему Понравилась Так получилось Просто Вот И В 2010 Году По приглашению Европейской Европейской Комиссии Там был Очень большой Фестиваль Греки пытались Делать Евровидение Только свое Евровой Назывался Конкурс Греки Греки Да И вот Я поехал На этот Конкурс Причем Поехал На этот Конкурс От России Потому что От Украины Уже там Был Представитель Какой-то Вот И Я взял Гран-при В Афинах В 2010 Году И это Был Очень Резонансный Момент Потому что Я приехал Туда Огромное Количество Со всей Европы Это Вокальный Конкурс Это Не Евровидение Это Не Конкурс Юба Кусов Там Еще Какой-то Фигни Вот Этой Не Будем Говорить Какой Не Пацанской Вот То Это Это Был Вокальный Конкурс Конкурс Вокалистов Я Пел Песню Которую Сам Написал У меня Есть Пианист Руководитель Моего Коллектива Александр Максимов Вот Мы С ним Написали Эту Песню Совместно Она Зазывается Family Man Family Man Это Семьянин Вот И Английском Да Я Написал Эту Песню Вместе С Сашей Вот С Одесситом Своим Вот Другом И Эта Песня Взяла Гран-при На Евровойс 2010 Года В Афинах Конкурс Вели Памела Андерсон И Энрике Иглесиас Это Было Очень Здорово Такой Серьезный Уровень Там Было Очень Много Продюсеров Западных Французы Американцы И Все Обратили Внимание И Это Был Такой Серьезный Момент Потому Что Для Меня Это Был Показатель Того Что Все Эти Годы Занимались Мы Правильными Вещами Ну Просто Я Вижу Перед собой Именно Профессионал Который Шел Как бы С самого Детства И По каким-то Этапам Не очень Легким Все Так И Вот Сегодня Вот Так Сегодня У тебя 12 Премий Радио Шансон 12 Премий Лауреат Премий Шансон Года 12 Раз Вот Это Тоже О многом Говорит И Слушай Ну тебя Вот Смотря Вот Это Все Действие Шансон Года Это Огромная Площадка Кремлевский Дворец Вот Тебя Такой Сценой Уже Не Удивишь Я Так Понимаю Что У тебя Вот Это Уже Нет Мандража Вот Как ты Сейчас Себя Чувствуешь Это Неправда Или Был ли он 50 В ресторане Или Ты Выходишь На стадион Где 50 Ты Одинаково Переживаешь Если Ты Не Переживаешь С тобой Беда Какая-то Ну мне Так Кажется Мне Просто Повезло У меня На Украине Были Стадионы По 50 Тысяч Человек Полные Это Люди Которые Пришли Заплатили Деньги Пришли Послушать Нас И После Этого Был Перерыв Практически В 10 Лет И Все Эти 10 Лет Можно Было Забить На Все И Заниматься Каким-то Бизнесом Но Я Этого Не Сделал Я Все Усилия Сконцентрировал На Том Чтобы Заниматься Этим Здесь Потому Что Российский Бизнес Намного Сложнее Намного Сложнее И Публика Намного Более Требовательная И Большая Конкуренция В этой Среде Поэтому Я Всегда Был Сконцентрирован На Творчестве В первую Часть То есть Для меня Продукт Это Первичное Это Самое Главное То есть Самое Главное Это Песня Все Остальное Это Уже Вот Там Решается Вообще Не Нами То есть Песня Написана Она Пошла Гулять В Народ А Потом Оказывается Через Год Через Два Через Три Что Ее Уже Все Поют Ну Отлично Значит Мы Все Сделали Правильно Хорошо И Ну Там Еще Тоже Я У Тебя Вычислил Что При Всем При Том Что В принципе Сегодня Можно Сказать Что Ты Успешный Исполнитель Успешный Автор Ты Не Публичный Человек Ты Говоришь Я Не Люблю Публичности Это Так Да 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 Я Не То Что Не Люблю Публичности Я Просто Не Люблю Когда Из Публичности Делаю Цирк То Если Вот Почему Я Пришел К тебе Я Посмотрел Передачи Я Понимаю Что Здесь Зададут Какие-то Вопросы О музыке О творчестве Потому Что Вопросы Там О личной Жизни Кто Там С кем Переспал Кто Куда Пошел Мне Это Не Интересно Вообще Поэтому Все Эти Ток-шоу Это Конечно Хорошо Да Но Я Лучше Приду На Ток-шоу Спою Песню И уйду Все Спасибо Она же тоже Автор-исполнитель Кто Чьи Поет Или Как Это Все Ну Вот Как Получилось Мы записали Мою песню Старую Только С тобой С Любой Шикарно Получилось Потом Люба Мне предложила Спеть Песню Думая О хорошем Великолепная Песня Просто Благодарен Авторам Которые Ее создали Это Просто Что-то Запредельное Сейчас Таких Уже Песен Нет Поэтому Когда Люба Мне Предложила Спеть Ее вместе Я был Очень Обрадован У нас Двухчасовая Концертная Программа Рассчитанная На Тысячники Которые Всегда Успешно Люди В полном Восторге Вообще По всей Стране Куда Бо Мы Не Приезжали Все Очень Тепло Ее Воспринимают То же Самое Происходит И в Ресторанах И в Клубах Где Бо Мы Не Выступали Нам Повезло То есть Любу Очень Любят Люба Сейчас В наше Непростое Время Нужно Задача Артиста Поднять Всем Настроение Все Все остальное Мне кажется Не столь Существенно Саша К сожалению Заканчивать Нам пора С тобой Эту передачу Я просто Еще такой Вопрос Еще один Он мне Интересен Когда ты Выходишь На сцену Ты контакт С залом Чувствуешь Как ты его Находишь Ты питаешься Этим Вот Это само Ощущение Тем более Если говорить О Тысячнике Есть такая Теплая волна Бух в грудь Что ты чувствуешь Каждый раз Выход на сцену В каждом Городе В каждой Стране Это испытание Ты никогда Не знаешь Будет этот Контакт Не будет Этот контакт Ты Выходишь Как голый И ты должен Каким-то Непонятным Магическим Образом Вот Все Это Пространство Завоевать Если Ты Это Можешь Сделать Если У тебя Получается Это Делать Значит Ты Артист Если У тебя Это Не Получается Если Ты Не Можешь Этого Делать Ты Занимаешь Это Место Просто Даром Так Сложилось Да Просто Зря Если Так Сложилось Что В послед В последние Семь Семь Восемь Лет Каждый Раз Выходя На Сцену Это Уже Просто Как Опция Я Начинаю Петь Песню Зал И Поет Со мной И Ты Понимаешь В этот Момент Что Все Эти Песни Написал Ты И Вот Эта Теплота Она Создает Такую Ауру То Ты Как В теплую Ванну Погружаешься Тебе Приятно Но Приятно Не только Тебе Приятно Людям Которые Пришли Своим Рублем Проголосовали За это И Слушают Эти Песни И Поэтому В этот Момент Ты Понимаешь Что Ты Все Сделал Правильно Да Конечно Жизнь Очень Непростая Штука И Ковид Нам Это Доказал То Все Мы Понимаем О чем Идет Речь Но Хорошие Песни Будут Жить Вечно Хорошо Саша Спасибо Мы будем Прощаться Миш Благодарю Тебя За встречу Очень Приятно А зрителям Хочу Пожелать Одного Мира Добра Благополучия И Побольше Хороших Теплых Песен И помните О том Что Всегда На концертах Есть Момент Когда Вы можете Прийти И на 2 часа Выключиться От всего Того Что происходит Вокруг вас И погрузиться В мир Который Создаем Мы Для вас Мы И работаем Собственно Для того Чтобы Человек Чувствовал себя Хорошо Спасибо Саша Огромное Друзья Это была Передача Честная Песня У меня Был в гостях Александр Ламинский Я ее ведущий Михаил Грубов До встречи Пока Ветреная Женщина Господом 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 Отмечена Красотой Невиданной Глаз Не отвести В браке Не замечена И ни с кем Не венчена Улыбнется Каждому На своем Пути Ветреная Женщина Ласкова Доверчива Кто не грешен Тот ее Просто не поймет Сердце Несогретое Песня Недопетая Одиночество Неплаш И несладкий Мед Я себя Не понимаю Ну зачем Ты мне такая Зря судьба Тебе послала Эту красоту Мы с тобой Идем по кругу Ни жена И ни подруга Я за все Тебя прощаю Я тебя люблю Ветреная Женщина Где твой Рай Обещанный Сколько Было Миражей И Больших Потерь Помнят Твой Желанный Временем Развенчанный И открытая Душа И входная Дверь Ветреная Женщина Наша Жизнь И вечная Ветер Кружит За окном Желтую Листву Время Переменчиво И тебя Конечно Я в этот Ветер Не хочу Оставлять Одну Я С тебя Не понимаю Ну Зачем Ты мне Такая Зря Судьба Тебе Послала Эту Красоту Мы С тобой Идем По кругу Ни жена И ни подруга Я За все Тебя Прощаю Я Тебя Люблю Я Себя Не Понимаю Ну Зачем Ты Мне Такая Зря Судьба Тебе Послала Эту Красоту Мы С тобой Идем По кругу Ни жена И ни подруга Я За все Тебя Прощаю Я Тебя Люблю Давайте Просто Включим Настроение Давайте Просто Песни Попоем Редактор субтитров Редактор субтитров